Теперь оплатить электроэнергию, тепло, коммунальные услуги легко, доступно и удобно. Во Владивостоке стал функционировать единый расчетно-информационный центр. ЕРИЦ обслуживает население и юридические лица по принципу единого окна, предлагая широкий спектр удобных способов оплаты за энергоснабжение и жилищно-коммунальные услуги без комиссий, а также предоставляет дополнительные услуги по ремонту и установке энергооборудования. Сейчас получают единую квитанцию за тепло и свет. В перспективе планируется включение других ресурсоснабжающих организаций. Теперь гражданам не придется ходить в несколько мест. Достаточно будет обратиться в ЕРИЦ. Вы понимаете, что к одному человеку сегодня приходит несколько квитанций на каждый вид услуг. Мы предлагаем одну квитанцию, которая естественно и с точки зрения экономики для человека удешевит саму квитанцию. То есть вместо, там вот в Красноярском крае у нас до восьми квитанций приходило, сегодня одна приходит. Понятно, что на 50% мы сократили стоимость этой квитанции. Ну и человек получает здесь весь комплекс услуг, связанный с жилищно-коммунальным хозяйством. Мне кажется, это удобно. Центр во Владивостоке комфортен для посетителей и оснащен самым инновационным оборудованием – электронными информатами. Для детей в центре предусмотрена игровая зона. Есть возможность подзарядить мобильное устройство. Также ЕРИЦ адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. На помощь готовы прийти как сотрудники центра, так и робот-консультант Светлана. Я создана для того, чтобы оказывать помощь клиентам в решении вопроса для снабжения и просто развлечь беседой. Создание единых расчетно-информационных центров на Дальнем Востоке – это часть программы «Русгидро» по консолидации энергосбытовой деятельности. Несколько таких офисов уже работают в Сахалинской области, Хабаровском крае и Амурской области. Все предусмотрено для того, чтобы человек чувствовал себя здесь комфортно. Поэтому будущее именно за такими центрами. Сейчас порядка 500 тысяч клиентов уже будут обслуживаться через эти два центра. Думаю, что количество лицевых щитов будет обслуживаться и это будет расширяться. Надеюсь, что в ближайшее время и на Чурхине, и на Второй речке откроются такие центры в городе Владивостоке. Дальше пойдут по нашим другим городам. Это же современный уже уровень и, безусловно, именно за этим будущее. В планах открыть Ярица во всех населенных пунктах Приморья, где сегодня представлена Дальневосточная энергетическая компания. Главная цель проекта – организовать работу так, чтобы люди тратили на решение вопросов только необходимый минимум времени и при этом чувствовали себя комфортно. ДЭК вводит на Дальнем Востоке лучшие практики, уже опробованные в других регионах страны и доказавшие удобство и эффективность. Консолидация услуг ЖКХ в одном месте позволит муниципалитетам, ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям экономить средства на введение лицевых щитов, печати и доставки квитанций, повысить уровень расчётов в сфере ЖКХ и сделать их прозрачными. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.